Продолжаем выпуск. 1 октября в стране отмечался Международный день пожилых людей. К этой дате МВД России подготовлена специальная памятка с подробной информацией об основных преступных схемах хищения, сбережения у пенсионеров. В памятке детально описан алгоритм действий случаев непланового визита социальных работников при поступлении звонков с информацией о задержании родственников якобы правоохранительными органами, а также при получении сообщения о проблемах с обслуживанием банковских карт. Следует помнить, что мошенники очень хорошие психологи и ввести в заблуждение особенно пожилого человека для них не представляет особого труда. МВД по республике Адыгей информирует о том, что с 7 по 16 октября текущего года в регионе пройдет второй этап всероссийского конкурса Народной участковой 2017. По итогам открытого онлайн-голосования участниками второго этапа стали Тимур Дауров, город Майкоп, Сергей Лантратов, Майкопский район, Евгений Бакули, Геогинский район, Мурат Вучев, Кашхабльский район, Байслан Уджуху, Красногвардейский район, Али Тлихусеш, Тахтамукайский район и Аслан Хабаху из города Адыгейска. После открытия голосования на официальном интернет-сайте МВД каждый житель Адыгей получит возможность поддержать самого достойного участкового полномочного полиции. По подозрению в совершении сбыта поддельных купюр сотрудниками полиции Адыгей и Краснодарского края задержана группа из трех человек. Мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов отдела Росгвардии в Адыгее. При осмотре их места жительства правоохранители обнаружили и изъяли печатное оборудование, а также листы с заготовками, денежных купюр и трафареты для имитации магнитной ленты. В автомобилях изъято 47 поддельных купюр номиналом в 1 тысячу рублей. Установлена причастность задержанных которым от 20 до 25 лет к нескольким фактам сбыта фальшивок на территории соседнего края. Качество изготовленных купюр не является высоким, однако достаточным для того, чтобы обмануть вредового обывателя, не осведомленных о специальных признаках защиты, которыми обладают подлинные денежные купюры. В настоящее время следственной частью Главного следственного управления ГОМВД России по Краснодарскому краю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Продолжаем выпуск. МВД предоставляет значительное количество госуслуг, в том числе и в электронном виде. Немало их доли находятся в ведении информационного центра ведомства. Всего за 8 месяцев текущего года сотрудниками этого подразделения выдано более 8 тысяч справок о наличии либо отсутствии судимости. Почти 1700 раз за подобным документом люди обращались непосредственно в районное отдело полиции. Значительное число заявок на получение справок поступают из МФЦ. С начала года их исполнено более 5300. Данная справка чаще всего может понадобиться, если вы собираетесь устроиться на работу, серии образования, медицины и соцзащиты. Для получения государственной услуги в виде справки о несудимости гражданину необходимо предоставить заявление о выдаче справки, копию всех заполненных страниц документов удостоверяющего личность, то есть это либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо паспорт иностранного гражданина. Также предоставляется копия доверенности, если гражданин сам лично не может прийти и подать заявление, а это делает уполномоченное им лицо. Срок предоставления госуслуги не повышает 30 дней. Это с момента регистрации заявления в информационном центре. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Справочная информация размещена на официальном сайте МВД по республике Адыгея в разделе «Госуслуги». Здравствуйте, в эфире программа «Объектив-02» студии Байзат Гомлешко. Профилактика коррупционных проявлений среди сотрудников органов внутренних дел – одно из важнейших направлений для МВД. И чистота рядов полиции – главное условие формирования уважительного отношения к стражам правопорядка со стороны населения. Поэтому при проведении занятий по служебной подготовке данному вопросу уделяется особое внимание. Для повышения эффективности этой работы кадровое подразделение привлекает специалистов серьезного уровня. Одно из последних коллекционных занятий с личным составом аппарата МВД по республике Адыгея прошло с участием доцента кафедры юридического факультета Адыгейского госуниверситета ветерана органов прокуратуры Галины Рудаковой. Заслуженный юрист Республики Адыгея Галина Иосиона после просмотра специального видеофильма выступила с информацией о состоянии антикоррупционного законодательства в России и о правоприменителе практики в данной сфере. Давно назрела необходимость ужесточить ответственность за преступления коррупционной направленности. А я предлагаю, так как сделано по законодательству и внедрено по террористической направленности, значит по совокупности преступлений 30 лет максимальный срок, а по совокупности приговоров 35. Богатый профессиональный жизненный опыт преподавателя юридического факультета позволил обозначить в лекционном материале все стороны этого сложного вопроса. По завершению часов выступления Галина Рудакова также ответила на ряд вопросов полицейских.